Наримана Исаева Трехлетняя Фериде нуждается в сложной операции в Москве. После страшной аварии девочка осталась еще и без родителей. Насколько пополнился бюджет Крыма за счет уплаты транспортного налога? Крыма за счет уплаты транспортного налога? В этом моменте может появиться пункт о лишении водительских прав на два года в случае повторного нарушения. Сейчас штраф за невыполнение требования уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, составляет 500 рублей. А за перестроение при интенсивном движении – 1500. У главы администрации Симферополя появилось три новых заместителя. Один из них – 39-летний Нариман Исаев, ранее занимавший должность заместителя начальника – начальник юридического управления службы государственного строительного надзора Республики Крым. За соответствующее решение сегодня на внеочередной сессии городского совета проголосовали 27 депутатов из 29-ти. На 61-й внеочередной сессии Симферопольского городского совета Республики Крым стали известны имена новых заместителей главы администрации Симферополя. Ими стали Сергей Крутьюк, Александр Авдиенко, а также Нариман Исаев. Начиная с 2000 года Нариман Исаев работал на руководящих должностях, имеет большой практический опыт работы в сфере государственной исполнительной службы. С апреля 2015 года он заместитель начальника – начальник юридического управления службы государственного строительного надзора Республики Крым. По словам нового заместителя администрации Наримана Исаева, он сделает все возможное для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Самое главное – сохранить мир и согласие среди крымчан. А также обещает сделать как можно больше во благо горожан. Для меня, конечно же, выдающейся личностью является Исмаил Гаспринский. Его деятельность, направленная на укрепление взаимоотношений с российским народом, прежде всего, с Россией, я считаю, принесла огромные результаты в свое время. Мы сейчас должны, с учетом примера, который нам был приведен в прошлом, продолжить работу. Геннадий Бахарев торжественно поздравил новых заместителей главы администрации города Симферополя. Кадровые изменения позволят организовать работу в столице. В первую очередь наладить финансово-экономический блок и решить проблему стихийной торговли. Системно подойти. Есть наработки, есть достижения, я считаю, достаточно серьезные в части борьбы со стихийкой, с носом незаконных. Но система, о которой мы говорили, это перспективы видения развития торговли на территории города, вынос за пределы рынков, оптимизация по рознице и так далее. Глава администрации Симферополя в общении с журналистами отметил, что год начался с реорганизации и оптимизации муниципальных унитарных предприятий. Данные кадровые перестановки не последние. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса под контроль киевской власти Украине стоит отказаться от Крыма и нового мирного пути она не видит. Об этом депутат заявила в эфире телеканала 112 Украина. Сколько они кричали и не рвали на себе вышиванки из трибуны, например, там, Народный фронт, або там, по блоку, какие-то депутаты будут кричать, что от меня с домом, мы там не повинні, ну, мы не повинні відмовиться. Это остается невизнанными окупованными территориями. Это черговая Приднестровья, Крым. Для того, чтобы не сделать еще черговым Приднестровь Донбасс, они будут делать это тем, что залишат окупованным Крым, заберут Донбасс. Иного шляху я пока что не вижу. Не вижу, но войсковый. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль влиять на руководство непризнанных республик, чтобы получить официальные признания Крыма российской территорией, заявил, что вопрос Крыма не дискуссионен, статус этого российского региона неоспорим. Итоги работы Министерства здравоохранения Республики Крым в 2016 году подвели сегодня в Симферополе. Кроме того, были определены основные стратегические направления деятельности ведомства уже в новом 2017 году. В ходе конференции речь шла об оказании высокотехнологической медицинской помощи и модернизации лечебных учреждений. Более подробно расскажет Султанья Ситакаева. Министр здравоохранения Республики Крым Александр Галенко сообщил, что развитие здравоохранения продолжается. На протяжении двух лет идет работа в системе обязательного медицинского страхования. Продолжается процесс реформирования. В 2016 году была завершена программа модернизации. В 2016 году более 2 миллиардов рублей было направлено непосредственно в каждую больницу. Они были направлены в каждый город, в каждый район, в каждую больницу. Более 170 проектно-сменных документаций было сделано. Для того, чтобы в каждой больнице каждый руководитель вместе с главой сельского поселения, городского совета, районного совета должны были определить, что необходимо сделать. Минимальные потребности хотя бы закрыть для того, чтобы подготовить коммуникации, кровли, ремонты помещений. То, что они делали с десятилетиями в наших медицинских организациях. В ходе конференции журналистами был затронут вопрос о качестве услуг Симферопольской Луговской центральной районной клинической больницы. В частности, речь шла о ненадлежащем отношении к пациентам и санитарных условиях. Мы обратились к жителям Симферополя и поинтересовались, с какими проблемами они столкнулись, посещая Луговскую больницу. Снимок сделать я не могла, потому что во время рабочего дня они переносили мебель и создали очень большую очередь сегодня. Мамам очень неудобно. Я лежала с двумя детьми. Мамам не помыться, не душ принять, ничего. То есть условия созданы только для детей, и то мамы их сами создают искусственно в палатах и на месте, на кухне той же. То, что очередя, да, конечно, сложно. В свою очередь, министр здравоохранения Александр Галенко отметил, что все медицинские учреждения финансируются. И на данный момент в центральной районной больнице проходит ремонт. Также он пообещал провести проверку в данном учреждении. Нужно провести проверку. Вот то, что делается ремонт, это то, что я говорил, что в 2016 году мы отдали деньги в каждую больницу. Не поправляем модернизацию, это деньги республики. Чтобы делались какие-то хотя бы текущие ремонты для того, чтобы улучшить то материальное составляющее этих отделений. Кроме того, министр сообщил о 300 подтвержденных случаях заболевания гриппом. Один из них летальный. По данным Роспотребнадзора, по республике Крым на данный момент на полуострове вновь отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по всем возрастным группам населения, в том числе среди детей. Однако, в целом, по населению республики заболеваемость ниже эпидемического порога на 2,8%. В октябре прошлого года под Феодосией произошла ужасная авария, в результате которой пострадала семья Кешвединовых. Глава семейства и его супруга скончались от полученных травм, а двух несовершеннолетних детей с множествами переломами достали в реанимацию. Восьмилетняя имена после трех месяцев изнурительного лечения идет на поправку, а ее младшая сестра, трехлетняя Фериде, нуждается в сложной операции в Москве. Авария произошла на Феодосийской трассе, когда семья Кешвединовых возвращалась домой от родственников, проживающих в Ленинском районе. Родителей спасти не удалось. Дети-сестры имени Фериде Кешвединовых с октября находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице. Трехлетняя Фериде получила множественные травмы головы. Ей была проведена сложнейшая операция. После реанимации находится у нас в психоневрологическом отделении. Состояние тяжелое. Ребенок постепенно выходит из состояния комы. Сейчас уже она в акинетическом мутизме, то есть ребенок самостоятельно открывает глаза, она фиксируется на предметах. Она сосредотачивается на звуках, но тем не менее больше никакой симптоматики нет. Основное питание идет через зонт, ну и протезируется функция тазовых органов. То есть сейчас она тяжелая. 23 января Фериде Кешвединову планируют отправить в Москву на дальнейшее лечение. Будет проведен второй этап нейрохирургической операции, установление пластины, потому что сейчас костный дефект составляет больше 5 сантиметров. В результате аварии восьмилетняя имена получила черепно-мозговую травму и переломы обеих бедренных и большеберцовых костей. Девочка перенесла ряд сложнейших операций. Врачам пришлось буквально по фрагментам собирать кости нижних конечностей. Были различные методы фиксации аппарат внешней фиксации, и пластина, и спицы, и интермедулярные стержни. На данном жизненном этапе она проходит очередной курс восстановительной терапии, очень активная. Планируется снятие аппарата внешней фиксации и вертикализация больной. Она очень стремится к этому, очень позитивная. После операции имена уже сможет ходить, правда, вначале только при помощи костылей. По словам врачей, в дальнейшем она будет даже бегать. Через год девочки проведут очередную операцию по удалению специальных стержней, находящихся внутри ноги. Сёстрами Кишвединовыми в больнице постоянно находятся родственники, сфере Д бабушка, а с имени её тётя. Девочки, конечно, нуждаются и морально, и материально, потому что у них сейчас нет родителей. Они остались без родителей. Единственным опекуном является их бабушка, то есть мать матери. Она, у неё тоже нет мужа, она одна, пенсионерка. Мы все, конечно, стараемся помочь, но, как вы знаете, у нас сейчас лекарства и всё остальное, это немалых денег стоит. Фериде Кишвединово нуждается в срочной дорогостоящей операции и дальнейшей реабилитации в Москве. Родственники девочек обращаются ко всем неравнодушным с просьбой оказать материальную помощь сиротам. Номер карты РНКБ 22 00 02 01 05 77 25 54 на имя Осье Асановой. За дополнительной информацией можно обратиться по номерам телефонов, которые вы видите на экране. Айша Шулакова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». В Симферополе возле памятника Богдана Хмельницкому прошёл митинг по случаю 363-й годовщины Переославской Рады. Это день воссоединения Руси. В мероприятии приняли участие представители крымской власти, общественных организаций, а также гости из Донецкой и Луганской народных республик. В своём выступлении глава Крыма отметил, что решение о воссоединении русских земель принималось не единолично. Это было прямое выражение коллективной воли. Также он провёл исторические параллели между Переославской Радой и событиями, последовавшими после госпереворота на Украине. Украинские и русские народы остаются братскими, несмотря на тех, кто хочет нас поссорить. Отмечено в обращении главы Республики Крым. Налоговые поступления федеральной и республиканские бюджеты в 2016 году, страховые взносы, итоги уплаты транспортного налога. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции руководители управления Федеральной налоговой службы. Стало известно, что за счёт уплаты транспортного налога бюджет Крыма пополнился на более чем 100 миллионов рублей. Тему продолжит Алимека Ибулаева. Начисления по транспортному налогу в целом составили 180 миллионов рублей. Но по окончательным итогам уплаты налога в республиканский бюджет суммарно перечислено 155,5 миллионов рублей. Около 200 тысяч физических лиц в 2016 году стали плательщиками нового налога. 80% из них исполнили обязанность по уплате. Сейчас налоговая служба продолжает направлять должникам уведомления об уплате данного налога. Те же 25 миллионов рублей, которые задолжены, с ними сейчас мы проводим разъяснительную пока работу информационную. Если же не дойдёт в нормальном человеческом режиме, то мы будем вынуждены взыскивать через суд службы судебных приставов транспортный налог. То есть просьба тех, кто не успел это сделать, заплатить налог сейчас, дабы не было недоразумений со службой судебных приставов. То есть если человек не получил, но имеет транспортное средство и позаботился, то ему необходимо было прийти и узнать, почему это не пришло. Руководитель управления Федеральной налоговой службой Российской Федерации по Крыму Роман Ноздрачёв отметил, платить всё же придётся в случае неуплаты налога. Автовладельцам будут начислять пеню, а далее отправлять к судебным приставам. Поскольку это первый раз мы делали такую работу, и база данных очень большая, 2 миллиона жителей Крыма, и с точки зрения эффективности я считаю, что мы сработали неплохо. Ещё раз спасибо жителям Крыма, которые своевременно оплатили, но цифры говорят за себя. То есть 80% получили и заплатили. Со всеми остальными мы будем работать в ближайшее время. Срок уплаты транспортного налога до 1 декабря, следующего за отчётным. То есть, как я говорил, если вы приобрели автомобиль в 2016 году, вам будет направлено налоговое уведомление, либо по электронной почте, либо на бумажном носителе, и вы до 1 декабря 2017 года будете должны уплатить сумму налогов. Штрафные санкции за неуплату не предусматриваются, предусматривается пеня, которая, кстати, с этого года увеличилась, 1,150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. В соответствии с законом Республики Крым о транспортном налоге от 2014 года, все граждане, на которых зарегистрированы автомобили, должны оплатить транспортный налог. Сумма налога на машину зависит от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости автомобиля. Кроме того, налоговые ставки уменьшаются в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства. Наша съемочная группа попыталась узнать, как справились с этой обязанностью симферопольские водители. 3 840 рублей. Я в России живу давно. Тут, может, как-то не привыкли. Вообще, у нас это нормальное явление. То есть, это все обосновано правовыми нормами нашего государства. Как положено в декабре? Да, буду оплачивать, но пока еще не до этого, честно говоря. За 15-й, по-моему, приходил, я оплатил. Нет, а я не знал, что его надо оплатить. Ну, вообще-то, насколько я знаю, должны уведомить об этом, правильно? Ну, пока ничего не получал. Придет, пойду платить. Я ее сразу, как только пришла, бумагу, сразу же заплатил. А что ж, это надо оплатить. Реквизиты для оплаты, а также сумма транспортного налога указывается в квитанции, которую налоговый орган направляет водителю. В случае выявления ошибок в уведомлении необходимо обращаться в налоговую службу. Алимек Айбулаева, Инвера Близис, телеканал Миллет. В администрации Симферополя состоялось заседание градостроительного совета, на котором одобрили проект строительства соборной мечети. В ходе заседания отдельно обсуждался вопрос организации движения на парковке на улице Ялтинской. Возведение соборной мечети в Симферополе начнется в 2017 году. На данный момент уже готов котлован, где в скором времени приступят к заливке фундамента. Жители села Пожарское Симферопольского района интересуют разработка планируемых на территории сел Демьяновка, пожарская водная лекарственная кольчугина, три гравина галичных карьеров. Уникальность данной местности в том, что на территории находятся два заказника. Государственный природный заказник регионального значения Плачущая скала и Государственный природный заказник регионального значения Пожарский. Местные жители призывают сохранить окружающую природу и не допустить экологической катастрофы. В ситуации разбиралась наш корреспондент София Шкурова. Жители села Пожарское собрались в зале, чтобы обсудить с инициативной группой жителей села Лекарственное, на какой стадии сейчас вопрос разработки карьеров. Приехали для того, чтобы поделиться, как мы работаем, что мы работаем, на какой стадии вопрос разработки карьеров, как работает Министерство экологии в этих вопросах. Мы сказали, что вопрос еще не закрыт. Все населенные пункты, начиная от Трудолюбова, они находятся на реке Западный Булганак, а это река, которая несет нам воду. Если сейчас начнутся взрывные работы, так как обещают, что там со взрывными работами будет карьер, мы все останемся без воды. На территории, где планируется разработка карьеров, растут краснокнижные растения. Работает предприятие «Фитосовхоз». При разработке карьеров будут уничтожены сосны 30-летнего возраста. Жители всеми силами пытаются сохранить родные просторы. Ранее здесь уже был разработан карьер. Спустя некоторое время его работы были запрещены. На месте бывшего карьера сейчас образовалась свалка. Теперь жители обеспокоены повторением ситуации. Получается, у нас год как раз был, как мы отбились от мусорного завода. И вот в сентябре месяце мы узнали, что у нас еще одна проблема – карьеры. Очень большая проблема. Очень-очень-очень. Опять-таки, экология – это в первую очередь. А так как в этом году в России 2017 год объявлен годом экологии, мы на это еще думаем, что вот может быть из-за этого, как говорится, причины, может быть и не будет карьеры у нас. Помимо всего сказанного, местные жители обеспокоены тем, что появление карьера на территории сел Пожарская, Демьяновка, водная и лекарственная и кольчугина уничтожит их будущее. На территории Пожарского находится средняя школа, которая находится за рекой Булганак в подножье гор, склонок, которые будут сноситься. Территория карьера доходит до школы 1,1 км, что запрещено законом. Там зеленая зона запретная от школы должна быть не менее 1,5 км. 100 метров от этой школы находится детский комбинат на 120 мест. Это будущее нашей страны, дети. Все эти самые разработки, которые будут вестись, это последствия, которые будут уничтожены школой в первую очередь. Если мы уничтожим здесь наше будущее поколение, наших детей, которым нигде не будет учиться, не воспитываться, что здесь останется? Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев уверяет, против воли людей ничего делаться не будет. Ни один карьер в Крыму не будет открыт в ущерб окружающей среде, в ущерб людям. И мы провели семинар с недропользователями, мы собирали всех потенциальных недропользователей в себя в министерстве и еще раз довели до них, что они должны в первую очередь найти консенсус с местными жителями, чтобы комфортно могли осуществлять свою деятельность. Что если не будет найдено компромиссы с местными жителями, то, наверное, он не появится. Факт обнаруженных нарушений сотрудниками природоохранной прокуратуры в лицензиях, выданных Министерством экологии, министр отрицать не стал. Ну, наверняка за нами контроль достаточно такой серьезный, и прокуратура за нами, и мы сами находим ошибки, и исправляем эти ошибки. Ну, это, в принципе, нормальная живая работа. Если где-то допустили ошибку и нам указали, то, соответственно, комиссия по недропользованию собирается и оперативно вносит коррективы. То есть в этом, я считаю, ничего не страшного. Лучше вовремя исправить ошибку, чем потом расхлебывать ее. Жители не перестают надеяться на то, что Министерство экологии не позволит случиться экологической катастрофе. София Шукурова, Ибраим Ганиев, Дмитрий Низовой, Телеканал «Миллет». А мы напоминаем, что 20 января в ПГТ Гвардейска Симферопольского района состоится юридическая консультация Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан. Желающие получить бесплатную консультацию юристов могут обратиться по телефону 32 30 73. Прием граждан пройдет по адресу Карла Маркса, 63 в 10 часов. Ну, а на этом наш выпуск завершается. Следующий выпуск новостей смотрите уже завтра в 13.00. Приятного вечера. Оставайтесь с нашим телеканалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова